Здрасте, меня зовут Иван, это мой канал Мистер Кэт. И сегодня секреты и интересное в The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition, которое вы, возможно, упускали. Начинаем! С ума сойти! 372 выпуск. Ребятушки, Skyrim уже практически 10 лет. В этом году, в 21-м, 10 лет стукнет. А он удивляет! Удивляет и еще раз удивляет, черт возьми! Смотрите, где я нахожусь. Это остров Солстейм, дополнение Драгонборд. Узнали, да? Тут вершинная башня. В данную локацию вы просто так не попадете. Вы должны отправиться в Тельмитрин и начать проходить квесты Нелота. И после чего он выдаст задание. Старые друзья, проход расчистится и вы зайдете. В вершиной башни будет очень много врагов. И в конце мощный маг Элдари. Давняя подруга Нелота. Да, это та самая девочка, которая убила управителя Нелота. Да, это та самая девочка, которая отравила дерево Нелота, которая начала болеть. Мы его еще исцелили. И да, это та самая девочка, которая хотела отравить любимый чай Нелота собачьего корня. А еще давайте вспомним ее жуткие эксперименты, да? Отправляем ее на покой. Но что же тут может быть такого интересного, о чем вы, возможно, не знали? Ребят, я уже очень много показал локации интересного, но она все равно до сих пор продолжает удивлять. Обращали внимание, что, смотрите, локация рушится, как будто, да? Вот стоят балки, и сверху падает песок, камни, но также еще какие-то вещи. Тут эта бочка, в которой есть какой-то лот, мешочек, но мы идем дальше. Осторожно, тут ловушка. Здесь у нас небольшая тюрьма, девочку можно спасти, но мы идем дальше. И вот здесь я постоянно кое-что упускал, и, возможно, вы тоже. Разворачиваемся. Идем сюда и смотрим наверх. Да ладно, это же сундук. Конечно же, можно было его заметить, но, посмотрев, он просто открыт и пустой, пробежать дальше. Но, ребятушки, если будем повнимательней, то здесь всегда, всегда будет два уровня кошеля и безупречный бриллиант. Об этом тайнике, о котором я не знал, мне написал мой подписчик Фредди Томпсон. Спасивочки тебе. Ребят, еще раз огромное спасибо, что присылаете интересное в комментарии. Офигеть, Скайрим всегда удивляет. Но перед тем, как я вам покажу следующее интересное, хочу напомнить. У меня вышло видео. Большой секрет небольшого поселения Рорикстед. Кто еще не видел, ссылочка в описании. По-любому удивлю. Ребят, как вы уже поняли, это убежище Темного Братства. И в определенный момент Цицерон привозит нам Мать Ночи. Да, это та самая баба, которая пожертвовала пять своих детей во славу Ситиса. Ребят, но, возможно, вы не обращали внимания, что ее гроб является некой пасхалкой на жестокую, невероятную казнь. Железная Дева. Читаю с Вики. Железная Дева. Устройство якобы средневекового оружия смертной казни. Или пыток. Представляющий собой сделанный из железа шкаф. Внутренняя сторона которого усажена длинными острыми гвоздями. Боже мой. Ребятушки. Я как раз-то проходил Ведьмака Второго и увидел это устройство там. И такой, блин, сразу же вспомнил этот чертов гроб Матери Ночи. И как же тонко подмечена женщина, которая убила собственных детей, была помещена не просто в простой гроб, а в камеру пыток. Притом самую жестокую. Ой, ребята, я просто аплодирую стоя тому, кто это придумал. А теперь мы отправляемся в город воров Рифтон. И тут знакомимся с Мьелл Львицей. После 14 уровня вы можете пройти ее довольно сложный квестик и взять ее в компаньоны. Мьелл очень крутой компаньон. И отличается от большинства компаньоновской Рима тем, что у нее прописаны отдельные крутейшие фразы. Реакции на города, которые я хочу вам показать. И начнем мы с самого магического города. Ах, Винтерхолд. Всегда хотела побывать в этом месте. Подумать только, здесь хранится столько секретов и тайн. О, да. Секреты тут есть. Невероятно. Представь себе, сколько труда и мастерства потребовалось, чтобы украсить дома в Маркарте. А, кстати, да. Мама всегда любила море. Когда я была маленькой, мы ездили в Солитьют и с обрыва любовались на корабли. Эх, добрые времена. У каждого из нас есть прекрасные воспоминания с прошлого. Вайтран такой красивый город. Тебе приходилось видеть что-то похожее? По-моему, нет. Вайтран любимый город. Холодный Виндхельм. Я впервые в жизни в Виндхельме. Какое унылое место. Рифтон. Как приятно вновь пройтись по улицам Рифтона. Но здесь две уникальные фразы. Когда позволяла погода, мы с Эйрином гуляли в лесах Рифта. Тут такие красивые деревья. О, да. Деревья тут красивые. Айворстед. Я несколько раз бывала в Айворстеде, но никогда не поднималась на высоких Ротгар. Неплохо было бы побывать в монастыре на вершине. А давайте поднимемся. И действительно, у нее тут уникальная фраза. Седобородый изумительный народ. Представь, всю жизнь жить и никогда не сказать ни слова другу или любимой невыносимо. Монахи. Этими фразами я хочу вас смотивировать взять ее в компаньоны и побегать с ней. Поверьте, я далеко не все фразы вам показал. Еще очень много фраз. Руин, пещер. И отдельный сделали акцент на двемерских руинах. Ее где нашли? Правильно раненой возле двемерских руинах. Поиграйте. Еще отметил парочку и хочу вам показать. Помню, однажды на дороге меня пытался ограбить бандит. Увидев лютого, бедняга, похоже, штаны промочил. А вот крутейшая отсылка на The Elder Scrolls III Моровинд. В юности я путешествовала с отцом. Мы охотились в Моровинде. Отстрел скальных наездников – отличное занятие. Говорят, Скайрим – одно из самых опасных мест в Тамриэле. Думаю, это не так. Он прекрасен, и я счастлива, что это мой дом. Город Винхельм. Музей редкости Калик 100. Ошиблись адресом? Нет, не ошибся. И тут всегда есть книга судьбы. Когда-то давным-давно я о ней рассказывал. На ней ничего не написано. Довольно странно, что если мы на нее наводим, то как будто можем ее взять. Но на самом-то деле это будет воровство. Видите, не пишется. Также. Добро пожаловать в музей. Могу предложить небольшой тур ценой всего в пару монет. Или же ты можешь просто осмотреть музей самостоятельно. Ябература. Перед вами книга судьбы, найденная в тайном зале Университета волшебства. Записи в книге открывают смотрящему его судьбу. Поэтому слова в книге для каждого разные. Кто-то видит лишь пустые страницы, и никто не может этого объяснить. Возможно, кто-то из нас рождается без определенной судьбы. А возможно, чистые страницы предупреждают о скорой гибели. Но непонятно, ребята. Появится ли хоть когда-то запись в данной книге? Изначально думал, что это некая шутка от разработчиков. Потом были такие мысли, что, блин, надо книгу забрать с ранних этапов, пройти сюжетку, дополнение, и потом, возможно, там появятся записи. Но, друзья, все оказалось намного глобальней. Помните, он говорил, книгу нашли в тайном зале Университета волшебства. А мы-то могли побегать в The Elder Scrolls IV Oblivion. Университет волшебства имперского города. Да, тут можно побегать, но, к сожалению, тайный зал я так и не нашел. Но, может быть, вы знаете немножечко больше и напишите в комментарии. О, девять божеств. Разве женщина не имеет права остаться одна? Покинь меня. Одна? Ладно. Ладно. Ребята, именно здесь, именно в четвертой части, я услышал упоминание книги судьбы. Смотрите. Завершение квеста Азоре. Благодарю тебя, смертный, за твои услуги. Прими этот дар. Твои деяния будут навечно вписаны в книгу судьбы. Добавлена звезда Азоре. То есть, эта книга неких добрых дел. А мы-то помним. Квест Баэти. Плохой девочке. Маленький фрагмент с моего же видеосекретов. Ты сможешь оставить себе свой титул и мою броню. А имя твое я впишу в таблице абсолютной тьмы. Таблица абсолютной тьмы. То есть, для добрых дел у нас книга судьбы, а для злых таблица. И это еще не все. Оказывается, еще в самой первой части древних свитков Арена, в конце, император Аурель Септим-7 просит своего чемпиона, то есть нас, читать из книги судьбы и определять его судьбу. Это Вики, переводчик. Но нифига себе, откуда корни идут с самой первой части. Я все больше в шоке от древних свитков. И, возможно, с данной книгой судьбы в The Elder Scrolls 6 будет уже что-то более глобальное. Посмотрим, ребят. Но время покажет. Всем огромнейшее спасибо за внимание. Спасибо, что поддержали и оставили ваше мнение. Подписывайтесь и кликайте колокольчик. Есть канал стримы Мистер Кэт. Ссылочка в описании. Спасибо. Счастья вам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok